Доброе утро, наши дорогие телезрители! Приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. Напоминаю вам о том, что завтра будет 12 декабря, и вот именно в этот день отмечается День национальной литературы Кыргызстана. Кстати, это сравнительно такой молодой праздник, друзья. Отмечать его предложили депутаты парламента республики в 2011 году. В июне того же года Алмазбек Атамбаев отобрил эту инициативу, и в календаре Кыргызстана появилась такая вот новая дата, чтобы вы знали, друзья. Тем временем в моей студии уже есть первый гость, и это Шербатот Акамбаев, психотерапевт, член Союза писателей. Доброе утро! Как оно у вас обычно начинается? Тяжело было просыпаться? Ну, просыпаться бывает по-разному. Сейчас такой снег, такой приятный какой-то вид погоды. Вот, кстати, да, вы заметили тоже такая зимняя сказка, когда вы ехали, наверное. Ну, давайте сразу по теме поговорим о Союзе писателей в Кыргызской республике непосредственно. Расскажите, пожалуйста, как там дела, как вот все это дело продвигается, какие-то, может быть, перемены есть, на ваш взгляд. Ну, я могу сказать, я являюсь членом русской секции, русскоязычной литературы Союза писателей Кыргызстана. Могу сказать, что, конечно, сейчас большие сложности, что писатели, и вообще писатели сталкиваются со сложностями большими. С одной стороны, да, писатели в свое время привыкли о том, что о них заботятся, к тому, что о них заботятся. То есть государство выделяло какие-то определенные льготы там, ну, и вообще труд был достаточно востребованный. Сейчас, к сожалению, такое, чтобы из бюджета было финансирование, ну, мы только можем в этом мечтать, ну, вообще и писать или что-то. Поэтому каждый как-то выживает сам по себе. Конечно, это большие трудности, что, чтобы опубликоваться сейчас, да, это нужно как-то искать либо спонсоров, либо еще что-то, то есть, да, либо заинтересовать издательство. Ну, к сожалению, у нас вот местные издательства не так очень хорошо сотрудничают, да, с писателями. Так что трудности, конечно, есть трудности. Ну, вот на ваш взгляд, это застой, либо это все-таки спад? Я думаю, что, в принципе, все достаточно циклично происходит. То есть идет, да, какой-то подъем, потом спад, потом снова подъем. То есть, ну, я так думаю, что это какой-то цикл. И надеюсь на то, что будет новый подъем уже с новыми силами, возможно, которые уже не будут так надеяться на то, что кто-то им будет помогать, а будут, то есть, надежда на молодежь, честно говоря. И потом, у меня к вам такой вопрос, все мы знаем, конечно же, именитых кыргызских писателей, но мне вот интересно ваше мнение касательно того, что вы думаете о современной кыргызской литературе, как она развивается на сегодняшний день, какие у нее перспективы? Ну, современная кыргызская литература, одним словом, не опишешь ее, действительно, это достаточно. Сейчас это явление. То есть, если я, допустим, лет 5-7 назад, так сказать, критически относился, там несколько осей писал, а как раз-таки об упадке и так далее, сейчас нет. Сейчас я вижу, что кыргызская литература становится явлением многоплановым, но, как бы, к сожалению, пока больше планов таких, ну, не то чтобы, я бы сказал, не то чтобы скучных, да, но каких-то неноваторских. То есть, у нас в нашей литературе маловато какого-то эксперимента, честно говоря, маловато какой-то новизны. Вот этого, конечно, бы хотелось. То есть, я вот всегда всех призываю авторов, пишущих людей, писателей начинающих и продолжающих, говорю, экспериментируйте. Пожалуйста, это же интересно читать. Вы наверняка знакомы с некоторыми вот современными писателями, молодыми ребятами, наверное, да? И вот как вы оцениваете их работу? Может, на каком-то конкретном примере вы расскажете? Вот недавно я был на встрече, там, Дмитрий Сагайдак, такой поэт есть современный наш кыргызский, писал, он читал стихотворение, ну, очень мне понравилось действительно так. О чем это было стихотворение? Ну, это были стихотворения и о любви, и о жизни, то есть, достаточно, ну, молодой автор. И, то есть, я считаю, что, вот я говорю, то есть, это радует, то есть, есть такие это. Потом есть портал современной литературы Кыргызстана, да, то есть, там тоже, кто интересуется, может зайти, посмотреть. Ну, потом, видите, многие наши начинающие, и даже уже крефеи, так сказать, да, сейчас не имеют возможности публиковаться в бумажном варианте. И поэтому в сети, публикуются в сети, но в сети их тоже можно найти, то есть, не обязательно, чтобы это была книга там, да, но почитать можно в любом случае. Это очень много ресурсов, то есть, от наших кыргызских и российских ресурсов есть, то есть, в принципе, если поискать, то можно найти современную литературу. Вы являетесь вот так же по совместительству или, наверное, психотерапевт, ваша, наверное, уже сейчас первая профессия, можно сказать, но вы и писатель, у вас тоже есть свои наработки, свои произведения, рассказы и так далее, да? Расскажите, пожалуйста, об этом подробно для тех, кто не знает. Ну да, психическая сфера, знаете, я-то как-то параллельно занимался и психологией, и писательским какими-то, сначала опытами там, да, а потом уже какие-то более серьезные вещи, да. А с чего все началось? Давайте вот с самого начала, когда написали первое произведение и о чем оно было, и при каких обстоятельствах оно было написано? Ну, я вот совсем первое не помню, но я помню, что я в школе очень сильно так как-то научился в первом, втором классе читать и начал фантастику, вот и в первом, втором, третьем классе у меня прям был такой фантастический период очень большой, да. Я помню, я написал такой рассказик фантастический про там, про Марс, что-то такое. То есть, школьные годы это. Школьные годы, да. Ну что ж, дорогие друзья, как развивалось творчество Шербатота Камабаева мы обязательно еще узнаем, но после музыкального клипа. Еще раз доброе утро, дорогие друзья, желаю всем отличного настроения и прекрасного расположения духа. Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители, приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. Сегодня мы беседуем о национальной литературе Кыргызстана, и у меня в студии уже есть гость, это Шербатота Камбаев. Мы начали говорить уже о литературе, о союзе писателей, и вот остановились на том, как начиналось и развивалось творчество Шербато. Вот все у вас, как я поняла, началось еще в школьные годы. Какое было продолжение? Какие произведения вы писали? В каком стиле? Как себя нашли? Я вот сейчас вспоминаю, Зарин, и так вот вижу, что у меня оно развивалось так интересными этапами, оказывается. Вот сейчас пока спросили, я подумал. То есть сначала у меня стихотворный сборник вышел, то есть это был такой литературный фестиваль, весна Аллатоа назывался. И по итогам этого фестиваля, то есть там первое, второе, третье место, по-моему, выпускали сборнички, то есть, вернее, это поэтов, которые выиграли. И вот я помню, первый сборник я стихов в руках как-то подержал, и что самое интересное, писал я больше прозы, но вот первое такое, так сказать, признание, условно говоря. То есть это были стихотворения, да? Были стихотворения, да. А интересно, а вы писали это, исходя из своих каких-то чувств и эмоций, или бы это вот просто как-то навевалось? Я вот думаю, что вот сейчас, да, хороший вопрос, то есть это как раз-таки не от разума, видимо, шло, то есть проза, там хотя тоже, конечно, и чувства, и все есть, но там больше как бы идет такое аналитическое в чем-то, да, надо придумывать, то есть что-то такое мыслительный какой-то процесс. Рифмовать, как-то более такое, да, было? Ну, вот стихи, которые у меня были, они не сказать, что они были рифмованные, то есть это сейчас то, что называется современный стих, да, то есть там были с рифмой, были и без рифмы, но вот я думаю, что в основном это были там чувства, так сказать, ну, не знаю, юношеские, там, молодежные, да, вот эти чувства, и, видимо, вот оно поэтому такой свежей был струей тогда в этот момент. А если говорить о, то есть не о стихотворной творчестве, а о рассказах, я не знаю, да, они были вот, расскажите подробнее. Я в основном пишу такие небольшие рассказы, то есть у меня несколько повестей вышло, да, ну, в последнее время появлялся в журналах, то есть есть такие толстые журналы там, вот в российском журнале так и называется, да, по-моему, русский журнал, я там последнее публиковал повесть. Но сейчас я так понял, что люди меньше читают большие, длинные такие, знаете, ну, по моим ощущениям, да, а больше смотрят, то есть какие-то короткие такие эти, вот я сейчас пишу такой, такие небольшие новеллки, небольшие рассказики, даже сказки пишу, ну, сказки для взрослых, да, в основном для публикации в сети. То есть, конечно, поскольку жанр, которым я пишу, это, ну, его так условно определяют как постмодернизм, да, постмодерн, он как бы показывает кое-какие такие ссылки на то, что человек, как бы культурный человек в нашем обществе, ну, должен или обязан знать, или просто знает, да, на культурные коды какие-то, да. Поэтому благодаря этому получается в небольшой текст, да, вложить очень много, то есть смысла, потому что там, ну, если не каждое слово, то почти в каждую фразу дает отсылку на какой-то либо культурный код современный, да, либо на действительность. То есть, я понимаю, вы такие жизненные истории пишете, да, которые можно как-то проецировать и на себя тоже. В принципе, она может быть по форме и сказочная история, да, действительно, а по, как бы, по содержанию, по внутреннему наполнению, да, это совершенно реальная, абсолютно реальная история из реального дня, из нашей жизни. Вот у вас очень много всяких разных рассказов, да, вот как у певцов каких-то песен, есть какая-то самая любимая, самая запоминающаяся, которая греет души. Есть ли у вас такой рассказ, который вот прям вам очень нравится? Вот, знаете, я вот так, каждый последний мой рассказ, он вот такой, я когда последний напишу и вот на него посмотрю, думаю, вот это самый лучший. Потом проходит время, мне хочется написать что-то другое, да, то есть я пишу новый, и потом я смотрю, вот, оказывается, самый лучший. А тот был чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, расскажите тогда, пожалуйста, что самое недавнее вот вы написали, что, о чем, о чем размышляли в своем произведении? Ну, недавно я писал, как раз написал сказку, она такая и для детей, и для взрослых, про приключения, так сказать, это чуть сжато получилось. То есть тут как бы и взрослым некоторым приходится рассказывать, что тут было, ну, о чем тут вообще-то речь идет. А для детей, наверное, нужно чуть более это писать так. А как вот у вас появляется вдохновение, вот как вы придумываете персонажей, как часто посещает муза вас, как это происходит? Сначала, как я пишу, да, скорее я как будто вспоминаю то, что происходило. Ну, как бы не совсем со мной, да, но сам этот процесс похож на то, что я записываю то, что как бы где-то когда-то происходило. И самое интересное, что часто бывает, что я начинаю записывать сюжет, да, я не знаю, к чему он разовьется, и как себя эти герои поведут в итоге. И сам иногда удивляюсь, что оказывается, то есть исходя из логики, да, характеров, да, героя и так далее, приходят иногда к неожиданному финалу. И тогда вот поэтому-то и нравится, что это, понимаете, как будто переживаешь какое-то в параллельном таком пространстве, да, какое-то приключение. Какой-то другой свой мир, второй какой-то, да? Какой-то, там их множество, да, то есть это действительно квантовая такая неопределенность, да, выбирая любой мир, и там, и он не менее реальный, чем вот наш с вами, в котором мы сидим. То есть вот такая игра такая получается, очень интересная. Замечательная, друзья, еще раз напоминаю вам о том, что завтра будет День национальной литературы Кыргызстана, друзья, по этой причине мы говорим о книгах, о литературе, о союзе писателей и обо всем, что связано с этим. Поэтому, друзья, читайте книги, будьте активными. Кстати, вот напомню вам о том, что сегодня мы разыгрываем три билета на замечательный концерт, любимые кинохиты, где будут исполнены всеми любимые, известные композиции нашими отечественными звездами, друзья. Поэтому звоните к нам в прямой эфир по номеру 90-31-21 и рассказывайте, как часто вы читаете, какое у вас самое любимое произведение и почему. Что же, мы двигаемся дальше, книги читать хорошо, но смотреть фильмы тоже неплохо, поэтому наша следующая рубрика, я уверена, придется по вкусу заядлым киноманам. Итак, рубрика «Киноляпы». Давайте посмотрим, что же было не так в том фильме, о котором вы сейчас узнаете. Все, внимание на экран. Шербато, расскажите, пожалуйста, вот наверняка среди наших телезрителей есть такие творческие люди, которые пишут вот стол, как вы говорили, или пишут для себя, но вот хотят такой большей реализации. Что вы им посоветуете и вообще с чего начинать? Я бы посоветовал любому, кто хочет писать или любому даже уже писателю, пишите. Пиши, садись и пиши. Главное, не останавливать. Как я говорю, я говорю, да. Как Олеша говорил, не дня без строчки. Да, например. Это очень хороший такой принцип. Ну, допустим, вот написал уже вот хороший такой талмудик. Рассказики, романчик, что дальше? Выкладывайте в сеть, делитесь с людьми, то есть ищите такие порталы, где можно получать обратную связь. То есть развивайтесь, смотрите, что нравится читателям, действительно. Ну и, конечно, читайте тоже. Кроме того, что пишите, еще и читайте. То есть очень важно, чтобы вы смотрели, как это делается. То есть, ну и желательно читать и классику, и современную литературу. Очень много сейчас современных авторов есть, да? То есть и западных хорошие переводы есть. А у вас какая любимая книга? Есть ли что-то такое из недавно прочитанного, либо что-то такое из вечной литературы? Из недавно прочитанного я недавно перечитал даже Уильяма Гибсона. У него есть такая трилогия «Моста». Я бы советовал почитать, то есть это вроде киберпанк, с одной стороны, да? Ну, как литература достаточно очень это... Ну, Пелевина я бы тоже посоветовал почитать. То есть новая книга у него вышла недавно, прочитал тоже, да? Ну, сейчас много что почитать, да? То есть много. То есть неправильно. И действительно, если кто только... Совет тем, кто только начинает писать. Сейчас очень много есть в сети, опять же, сайты. То есть, да, почитайте. Зайдите на сайт Литературного института. То есть почитайте эссе о литературе, да? Почитайте мэтров, кто уже писал статьи о том, как писать, да? Это тоже важно. Кстати, можно и в каких-то конкурсах участвовать, да? Безусловно. Периодически, которые проводятся. Да, безусловно. То есть это как раз обратная связь. То есть всегда хочется посоветовать, чтобы, если даже человек боится, да? Вы выкладываете, ничего страшного. Получите обратную связь, даже если отрицательную, да? Это уже будет контакт, это уже опыт будет. Будете как бы расти в своем профессиональном. Чем вы еще занимаетесь на данный момент, Шербато? Расскажите, пожалуйста. Как проходят ваши дни? То есть кроме основной работы, то есть психотерапией, езжающим там еще организационным консультированием. Еще, в принципе, я сейчас тоже пишу повесть. Я думаю, что, может быть, в следующем году ее закончу, дай бог. Если можно, в двух словах приоткрыть завесу тайны, о чем она? Ну, это такое путешествие, путешествие такого, так сказать, взросления молодого человека, путешествие его во взрослую жизнь через такие перипетии событийные, которые происходят вот сейчас в нашем мире. То есть через призму такой внутренней рефлексии, да? То есть внутреннего осознавания процессов, которые происходят внешне и на фоне, так сказать, взросления. Ну и в завершении нашей беседы, Шервато, я вас как психотерапевта попрошу для наших телезрителей дать некоторые советы, рекомендации, потому что у нас сейчас уже зима, холодно, мы все можем впасть в такую некую зимнюю спячку, депрессию, тяжело просыпаться по утрам, а хочется настроиться на позитив, хочется всегда в хорошем настроении пребывать. Вот как сделать так, чтобы все вот именно таким образом получилось? Ну, я бы как бы немножко предостерег, чтобы от того, чтобы всегда быть на позитиве, иногда такие, чтобы вдох-выдох, да, иногда нужно и погрустить, и попечалиться, такой светлой грустью очиститься тоже, да? Но тогда, если сохранять баланс, да, то и, честно говоря, не будет страшно, и холод, и мороз, да? Хотя посоветовать, конечно, можно. Наслаждайтесь, то есть зимой, то есть она быстро пройдет, да? То есть один из таких способов, чтобы не впадать в какую-то депрессию, да, это смотреть на красоту, смотрите на снежные-заснежные горы, да, ну, устраивайте себе какие-то выезды на природу сейчас, да, проглянуло солнце, сделайте прогулку с детьми, не забывайте какие-то выставки, да, не забывайте ходить на концерт, то есть это важно, это важно в любое время года, но сейчас, чтобы такую, правильно, такую зимнюю депрессию не прихватить, то есть это действительно большой совет. Чуть-чуть больше времени выделите, чтобы отдыхать с семьей, там на выходных или что-то, и какие-то мероприятия посещать, или там какие-то выезды на природу, на свежий воздух. Отлично, большое спасибо за такие замечательные советы. Дорогие друзья, я думаю, что вы их обязательно примете во внимание. Да, конечно, периодически у всех у нас бывают какие-то спады настроения, но все же я вам рекомендую больше улыбаться и пребывать в таком отличном, бодром, веселом расположении духа. Тем временем мы двигаемся дальше. Еще раз приветствую всех, если вы сейчас завтракаете, желаю вам приятного аппетита. И, кстати, это неспроста, потому что наша следующая рубрика – это кулинарные гурме, где мой соведущий Пазолджан Ильимов будут готовить разнообразные кулинарные изыски. Что же это будет, давайте узнаем прямо сейчас. Все, внимание на экран.